Нужно готовить ливнестоки к дождям заранее, показывает практика. В городе активно идут работы по расчистке ливневых канализаций от заиливания. Сейчас работы ведутся на улице Ударников. В трубу диаметром чуть больше метра стекают водные потоки со всего московского микрорайона и улицы Шубиных. Все, что сливается в нашу ливневую систему, это не только вода, но и песок, ну все, что угодно может быть, любой мусор. И он скапливается в ливневом коллекторе. Вот наша задача – освободить ливневой коллектор, для того, чтобы по нему, иначе говоря, стекала вода, все ливни, весь растаявший снег, который уходит с наших улиц. Трубы ливневой канализации находятся на глубине примерно 8 метров под землей. Очищают их струей воды. Попутно специалисты делают отметки о состоянии труб и сообщают в администрацию о необходимости ремонта. Глава мэрии отчитался. В этом году запланирована очистка 500 коллекторов и 500 метров ливневых. Всего в городе 82 километра сетей ливневой канализации. Большая часть сильно изношена. Сегодня мы все новые объекты делаем только с учетом наличия ливневой канализации. А те улицы, которые были построены в 70-е, 60-е, 90-е годы, к сожалению, они строились без наличия ливневых коллекторов. Или те ливневые коллекторы, которые были построены, они, к сожалению, были полностью разрушены уже в момент первых двух-трех лет эксплуатации. Эту ливневку, рассказывает Михаил Изюмов, не чистили так давно, что здесь даже завелись андатры. Рабочим приходится отгонять животных, освобождая трубу от ила. Находят в канализации покрышки, бутылки и прочий бытовой мусор. Жители зачастую используют коллектор как мусорный бак. Прочистка довольно трудоемкая. Здесь, на улице Ударников, 146 метров труб чистили больше месяца. У нас существует установка высокого давления. Под давлением воды до 300 атмосфер вся эта грязь, уже слежавшаяся достаточно давно, так как ливневой коллектор этот конкретно не мыли уже лет 10. Мы водой под давлением размываем, а потом и лосос всю эту грязь оттуда высасывает. Одной промывки хватает на 5-7 лет. Команда чистильщиков выезжает туда, куда указывают власти города. В этом году повторения Великого после дождевого потопа на Лежневской или у автовокзала быть не должно, рассказывает Михаил Изюмов. Ливнестоки чистят. Следующий объект группы реагирования на заиливание на улице Жиделева, 33. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.